всем привет меня зовут катя и вы на моем канале о вязании сегодня у нас 17 мая и хочу показать работ буквально немножко но так потихонечку такими маленькими кусочками мне проще снимать и потом монтировать и выкладывать поэтому будут такими кусочками сначала о том что связано было к выставке к ярмарке и на этом я наверное закончу подготовку к ярмарке в плане именно мелочевки то есть так у меня довольно много игрушек в наличии разных и погремушек и игрушек и комфортеров поэтому не вижу смысла больше навязывать тем более что уже как повторюсь и говорила в предыдущем видео я не собираюсь особо в дальнейшем посещать ярмарки поэтому но потом мне просто это некуда будет девать это раз а два у нас тут обещают дожди 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 и в субботу тоже дождь и я не знала до последнего будет ли ярмарка в помещении или или на улице и в итоге вчера я списалась организатором и она ответила что будет на улице а так как там прогнозе на субботу на 21 число стоит дождь то она сказала что если будет дождь что на ярмарке просто не будет поэтому есть вероятность что и вообще в принципе ее не будет тогда вообще мне такое количество игрушек ну просто некуда будет девать так поэтому как я и говорил у меня оставался желтый моточек гималайя долфин бэби и какие-то вот остаточки беленького поэтому связался по моему 1 желтого кота я показывала а это какая-то вообще разноцветная пряжа вот это вот черно-бело-серая я даже не знаю это я разбирала свою пряжу и нашла нашла на что я их покупал но это было я не знаю лет восемь назад ну то есть это давно 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 муж каких-то ежей мне кажется даже я и ничего особо из нее не вязала у меня лежал или перемотанные какие-то моточки она тоже плюшевая но она отличается ну да она даже визуально мне кажется отличается она какая-то это более гладкая а это с какими-то вот такими не знаю как назвать такими штучками вязать из нее намного сложнее то есть как-то вот еще если комбинировать с обычной плюшевой пряжей то ничего а просто связать ну я начала вязать очень сложно крючком по крайней мере спицами возможно не так крючком сложно такая пряжа у меня в принципе еще осталось но тоже я сначала думала связать просто такой полосной она не получается полосатая получить какими-то пятнами вот кота такого связать но и еще раз говорю из одной такой пряжи мне было вязать очень тяжело и долго то есть но она того не стоит поэтому вот желто черно-серо-белый как-то так вот вот такой и этому котику я вставила вот такие но не желто коричневого наверное цвета глазки мне кажется что они под цвет желтой пряжи замечательно подходят и это был третий котик это был последний на этом желтая пряжа закончилась а второй котик был вот такой с зелеными глазками и мне даже кажется что вот с желтыми все котики получают зелеными ну предыдущие которых я показывала а вот мне кажется что с желтенькими он даже как-то посимпатичнее и здесь соответственно просто желто-белый я уже довязывала здесь уже все пряжа белая закончилась совсем под ноль вот такой желтенький малыш еще получился я уже говорил что я им не вывязываю ножки то есть они вот так без ножек мне так проще и удобнее в принципе стоят они что с ножками что без ножек одинаково вот но сложности меньше скажем так вы выверить где тут ножки чтобы они ровные были в общем они и так и так стоят потому что они не особо эти ножки видны и ушки я уже тоже говорила я делаю чуть чуть больше добавляю еще посерединке там не один столбик с накидом а два у меня столбика с накидом и они такие более выступающие получаются вот и кто же вчера перебирала пряжу и нашла я даже не знаю что это за пряжа это какая-то типа софти покупала я в леонардо тоже давно когда я вязала еще свой первый развивающий коврик я тогда набирала всякой разные пряжи плюшевые в том числе но фактурные скажем так она потому что не совсем плюшевая она тоже вот такими вот длину такой относительно длинный ворс то есть у плюшевые у софти у нее другое она тоненькая по толщине она наверное как и софти и вот такой цвет я брала это мне по-моему вязала ну типа полянка с цветочками что ли что-то такое у меня было на коврике уже тоже не помню и вот оставался там полма . или ну я даже не знаю сколько оставалось вот у меня связалась два они маленькие да то есть по сравнению вот насколько разница одинаковые мордочки и все одинаковое абсолютно описание но вот он такой маленький я думаю что и софти получится наверное приблизительно такие же котики но мне они так нравятся именно вот этой вот расцветкой сын сказал он похож на как же он сказал на кучу листвы с глазками вот мне прям совсем чуть-чуть осталось но тоже говорю я бы может быть еще навязала у меня еще есть в остатках софти разноцветная тоже там как каких но прям совсем таких радужных цветов и есть еще софти оранжевая и чуть-чуть беленькая я сначала думал тоже связать она не оранжевая там рыженький такой рыжебелого кота но потом опять же когда вот с выставкой все так пока не понятно и ну не буду я ничего больше навязывать потому что котов и так уже у меня много получается так все с выставкой на этом закончили теперь я начала вязать уже по моему тоже говорила что будут новые комфортеры и с первым комфортером мне что-то совсем не задалось решила я начать с овечки овечка по задумке должна была быть ну естественно вот тут это вот мне хотелось сделать это тоже софти белый я начала вязать я связала прям вот буквально вот этот пол головы начала вязать дальше вот вывязывать голову и поняла что получается очень большая голова потому что у меня была софти которая плюс и все-таки мне кажется хотя ей так уже подгоняла описание уже уменьшала голову то есть вязала по приблизительному описанию моих комфортеров но уменьшив и все равно она получалась вообще большая даже до набивки пол и мало того что большая получалась очень огромная разница между вот этой вот ну как бы шапкой белый и дальнейшей пряжей здесь получилось как совсем маленькую общем мне не понравилось поэтому я вспомнила что у меня лежит вот такая бежевая просто софте обычная я вязала плед и у меня осталось по моему взял плед в две нити и у меня оставалось 4 моточка или 3 моточка в общем как-то так в общем лежали в нем целые моточки значит сначала была связана голова голова в принципе меня вполне устраивает единственное говорю мне не очень нравится цвет то есть она как-то все сливается и получается что вот это вот сама шапочка она не выделяется на практически такого же цвета как и мордочка мне хотелось все таки и и как-то выделить то есть я буду наверное вязать еще одну ну подумаем но только с белой шапочкой вот так мне в принципе все нравится мордочка за счет того что видимо здесь пряжа потушена какой немножко другой форме получилось но прям вот мне форма головы какая получилась очень нравится конкретно для вот овечки так ушки дальше дальше я начала вязать классическое тело для моих комфортеров ну то есть кружок да и как звездочкой лапки но и софте это получалось довольно ну в чем собственно проблема эта проблема в том что когда я начинала вязать я собственно так и хотела взяла небольшой остаточку вот этой вот бежевый это по моему что-то какой-то полухлопок или катон газал и джинс или газал бэби катон ну что такое это не джинс и не катон голд вот и я думала что вот этот кружок но само тело с лапками она будет из вот этой плюшевой пряжи поэтому ну как вы думал что мне хватит на мордочку на ушки и нормальный может быть на вот будет обвязать на лапках шарики но когда я начала вязать получается вот этот круг ну то есть тело оно получалось даже и потом уже взяла крючок больше я распустила взяла больше крючок очень-очень такое плотное тугое полотно и когда вот оно здесь оно мягкое да за счет того что здесь вот все в такую дырочку а там это было плотно и она даже практически вот никаким образом не сгибалась вот поэтому я решила попробовать другой вариант связать вот ну это была моя попытка связать думала тело чтобы она была вот такого плана здесь планировалось связать еще ручки пришить ручки и здесь вывязать ножки но тоже пока уберем тоже мне не нравится именно тем что может быть задумка и неплохая и какую-то подобные может быть я и повторю но она очень очень плотная а тут еще и получается ну в два сложения но вообще никаким образом никак не гнется мне не нравится какое-то такое не пластичное полотно поэтому кучу времени я потратила на вывязывание вот этого тела я его в итоге отложила не то и остановилась ну на самом банальном варианте это просто бабушкин квадрат вот такой просто бабушкин квадрат и на ну как бы ручки сделаны здесь вот вывязаны не мягкие они наполнен наполнителем что скажу хотелось вообще бабушкин квадрат мне нравится именно когда он разноцветный то есть когда вот ну не может быть не каждый ряд может быть через два ряда они меняется цвета но я не знаю как ну кто вот вяжет может быть напишите кто вяжет именно таким способом или подобным способом пледы какие-то другие изделия где получается много 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 кончиков я знаю по опыту использования у меня были первые мои пледы когда я вязала и на заказ и себе это были как раз пледы бабушкиным квадратом то есть вот таким квадратом я вязала это были но в основном это были из пряжи батик которая сама по себе разноцветная но все равно же 1 моточка не хватает моточки соединяются и вот все равно так здесь по сути да и прятать некуда то здесь все в дырчках то через какое-то время особенно это же все это не просто укрываться это же все будет как-то теребиться мусолиться стираться вот и поэтому все кончики они все равно будут вот сто процентов они будут вылезать особенно у плюшевой пряжи они более скользкие хуже держатся поэтому я вот добавила вот буквально две полосочки розово ну чтобы уж не совсем все как-то сочеталось вот с мордашкой с бантиком ну вот и все и просто боюсь что вот эти вот кончики они будут потом вылазить ну и будет не очень хорошо когда после эксплуатации кончики вылезут а вообще наверное нужно будет я хочу именно опять же хочу но и не факт что так будет хочу сделать и варианту комфортеров чтобы он был вот таким телом потому что далеко не у всех есть возможность и желание пришивать ткань покупать ткань для того чтобы пришивать вообще заморачиваться с пришиванием это не самый простой процесс пришивание ткани к телу комфортера и хочется так чтобы можно было связать такую игрушку и без дополнительных каких-то тканюшек но без дополнительных каких-то материалов поэтому наверное так как у меня в планах еще два комфортера то хочу я все таки попробовать и вариант с телом ну вот такого плана да ну не совсем такой немножечко по-другому связано то есть по сути связать тело и не набивать его просто и будет тело у игрушки и вариант вот такого бабушкиного квадрата но наверное из секционной пряжи чтобы ну чтобы этих кончиков не было но при этом чтобы тело было такое разноцветные вот поэтому возможно на одном комфортер будет один вариант на другом другой не знаю пока вообще не очень представляем как это будет выглядеть вот а еще сейчас покажу что еще кстати вижу еще совсем забыла что я я просто уже как-то давно это вижу просто как такая отдыхалочка я люблю вязать спицами именно просто ни о чем не думаю ничего не высчитываю не вставляя глазки не набивая некие детальки а вот просто вязать иногда хочется просто бездумно вязать вот и я еще в майские праздники начала вязать комбинезон комбинезон вижу по мастер-класс по видео мастер-класс бесплатно алена спицына и вообще я люблю ее мастер-класс у меня есть и платные есть и у нее на канале очень много и бесплатных мастер-классов они понятные доступные подробные вот такие я уже вязал такие комбинезоны и из этой пряжи в том числе это пряжа газал baby cotton xl на 50 грамм по-моему 105 метров или 100 нет 105 по моему вот ну то есть такой полухлопковый на лето комбинезончик тоже просто на наличие у меня есть вообще это давно планировался набор ведь сначала связала комфортеры по гремушку мишки я их показывал тоже в коричневом цвете и вот хотела к ним еще комбинезон ну как-то вот он застопорился ну вот сейчас по сути остались ножки и рукава ну не знаю когда я это довяжу потом по стираю там от паре в общем это еще явно не скоро я вижу ну вот по мере хочется что-то повязать я вижу потом откладываю могу прям несколько рядов но вот сегодня это было наверное вот наверное как-то даже не помню вот наверное отсюда вот этой дырочки последний и вот вниз то есть какой-то такой кусочек вот собственно все что вяжется и связалась за эти несколько дней как я снимал последнее видео ну комбинезон вяжется еще еще вязался задолго до этого поэтому все что я хотела показать и рассказать всем большое спасибо за просмотр кто не подписан подписывайтесь кто не подписан на мои разные соцсети вконтакте телеграм яндекс дзен то тоже все ссылочки есть здесь шапки на youtube или на яндекс дзен смотря где вы смотрите подписывайтесь и добавляйтесь буду очень рада пока пока